Рада всех приветствовать! Меня зовут Наталья. Добро пожаловать на мой канал! Я сегодня нахожусь на озере Сканну. Эта природная жемчужина находится в самом сердце Абруццо и является самым запоминающимся и посещаемым водоемом в нашем регионе. Во многом успех озера Сканну объясняется его особенной формой. С некоторых панорамных точек его можно увидеть в форме сердца. Романтиков привлекает его форма сердца. Спортсмены и любители природы ищут его дикую сторону с его несомненным очарованием. На территории есть оборудованный пляж, где можно насладиться видом на озеро. Для детей есть игровые зоны, где они смогут провести время со своими сверстниками. Это идеальное место для экскурсий на каное или водном велосипеде и для занятий водными видами спорта. На берегу озера есть возможность арендовать водные велосипеды, грибные лодки, каноэ, а также есть специальный поезд, чтобы объехать вокруг озера. Что касается спорта, то рядом с озером проложены различные маршруты для езды на горных велосипедах, а также можно заняться сапсерфингом. Если вы любитель рыбалки, то озеро полно рыбы. Здесь водится форель, сом, окунь, щука и другие. Но ловить рыбу можно только при наличии правильной документации, разрешения. В зависимости от времени года здесь обитают кряквы, цапли, поганки и камышницы. В нескольких метрах от озера на южном берегу расположена маленькая красивая церковь Санта-Мария-даль-Анунсиата, известная как Мадонна-даль-Лагу. Особенно ее делает не внешний вид, а внутренний интерьер. Где сохранились фрески местных художников, а алтарь выполнен буквально в скале. Озеро Сканно находится на высоте 900 метров. 122 метра над уровнем моря и расположено оно у подножия густых лесов горы Монтанья Гранде и крутых скалистых склонов заповедника Монте-Дженсиана, прямо на границе национальных парков Абруссо, Лацио и Молизы. Ширина озера 800 метров, длина около 1500 метров, максимальная глубина достигает 32 метров. Возникновение озера Сканно связывают с землетрясением 2017 года до н.э., которое спровоцировало серьезный оползень и вызвало обрушение горы Дженсиана, которое заблокировало течение реки Тассу. Последствия заключались в том, что река затопила долину, образовав озеро, которое мы сегодня знаем как озеро Сканно. Эксперты прослеживают его происхождение около 3000 лет назад, но достоверный период происхождения до сих пор неизвестен. Местная легенда относит происхождение озера гораздо дальше во времени. Говорят, что оно было создано во время войны, в которой римские солдаты столкнулись с Батифолу, местным королем. История гласит, что когда король Батифолу был на грани поражения, он призвал на помощь мага Байларду. И он произнес заклинание, которое покрыло поле битвы водой, создав озеро, препятствующее продвижению врагов, и положив тем самым конец битве. Другая легенда повествует о том, как некий Пьетру Байларду, увлеченный феей Анжелиной, приказал ее похитить. Но она была против, и чтобы спастись от похитителей, заставила возникнуть из ниоткуда озеро, которая за очень короткое время поглотила ее похитителей. Существует путь сердца, так называемая тропа под названием Синтиеро-дель-Коре, которая за 40 минут ходьбы позволяет добраться до самой красивой панорамной точки озера и насладиться волшебным видом оттуда на прекрасную сердцевидную форму озера. Добраться до тропы очень просто. Она находится в нескольких шагах от небольшого сувенирного киоска, расположенного недалеко от озера. Путь занимает примерно 30-40 минут. Был очень жаркий летний день, поэтому подъем по пути сердца был бы тяжелым и изнуряющим, и я решила оставить эту затею до следующего визита на озеро, когда будут более благоприятные погодные условия. У озера Скану есть интересная особенность. В самые холодные периоды оно полностью замерзает. Но замерзание происходит не каждую зиму, а очень редко, и в этом заключается уникальность этого явления. Перейду от легенд к реальности, так называемым современным слухам об озере, где главными героями являются не волшебники или феи, а странное явление на дне озера. В последнее время появляется очень частая аномалия, связанная с компасами дайверов. Оказавшись под водой, они совершенно не способны указывать север. Кроме того, на дне озера захоронен неопознанный объект, который, скорее всего, является причиной неисправности компасов. Может быть, это и не так, но кто знает. Необычным явлением является и внезапное падение уровня воды в озере, которое за год упало на 6 метров. И одно из недавних событий – это оружие и боеприпасы времен Второй мировой войны, которые появились из-под воды озера спустя почти 70 лет. Таким образом, озеро Сканну является частью мифов об Абруцу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Надеюсь, прогулка вдоль озера Сканну вам понравилась так же, как и мне, а также легенды и истории, связанные с этим озером. Я желаю вам мира, добра и здоровья. До встречи в новых видео!